И снова здравствуйте! Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Сегодня в программе. Вновь к вопросу о сносе незаконных построек. Брифинг президента Рауля Хаджимба. О борьбе с коррупцией, о правовом урегулировании государственной службы. Круглый столб на актуальные темы в Сухуми. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел брифинг по вопросу сноса незаконной постройки на территории Питсунда-Мюссерского заповедника. Как подчеркнул президент, незаконное строительство в этой заповедной зоне имело место еще и в предыдущие годы. Такая же участь ждет и другие постройки, в отношении которых будут приняты соответствующие судебные решения. Ирина Аршва с подробностями. Открывая брифинг, Рауль Хаджимба подчеркнул, что снос незаконной постройки на территории Питсунда-Мюссерского заповедника – это решение, которое нацелено на соблюдение законности в стране. Так будет и по отношению к другим незаконным строениям, если по ним примут соответствующие судебные решения. По закону, по решению суда, структурам даны были соответствующие указания, и они выполнили эту задачу. Так будет и по отношению ко всем строениям, где будут приняты судебные решения по этим объектам. Думаю, что это единственное правильное решение. Других каких-либо шагов быть не может. Касаясь судьбы других объектов, построенных без разрешительных документов по всей республике, глава государства отметил, что по каждому случаю нужно провести проверки. И там, где есть грубые нарушения закона, будут предприняты соответствующие меры. Убежден, что нужно проводить соответствующие проверки по всем этим объектам. И там, где эти решения были незаконными, не соответствуют нашему законодательству, должны быть соответствующие шаги, как это было и в Питсунском парке. Соответствующие подачи материала в суд. Государство должно защищать свои интересы. Все чиновники, которые знали о незаконно возводящемся объекте и не предприняли никаких мер, будут привлечены к ответственности, подчеркнул президент. Кто-то снят с работы, по отдельным лицам ведутся соответствующие работы, возбуждены даже уголовные дела. Что касается чиновников различных звеньев, которые предоставляли те или иные документы, или вообще не представляли, но на глазах этих чиновников происходили незаконные строения, наступят и для них соответствующие меры, наказания. Будет это отстранение от работ или дальнейшее разбирательство по этим делам, это время покажет. По закону, постройку в заповеднике должны были просто снести. Но в данном случае строение демонтировано, а все счета за проведенные работы будут предъявлены владельцу, подчеркнул Рауль Хаджимба. Мы действительно применили тот физический труд людей, которых привлекли для того, чтобы демонтировать эти строения. Но все счета будут предъявлены хозяевам, и они будут выплачивать государству то, что полагается. Рауль Хаджимба также отметил, что в государственных органах часто затягивают процесс выдачи тех или иных документов. Но это не означает, что можно обходить закон и строить объекты на свое усмотрение. Касаясь работы судебных приставов, в особенности силовой составляющей службы, глава государства сказал, что этот вопрос заложен в закон о судебных исполнителях, и он будет решаться в ближайшем будущем. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Полный репортаж с брифинга президента смотрите сегодня сразу после новостей. Сегодня Рауль Хаджимба провел встречу с представителями банковского сообщества республики. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече обсуждался вопрос состояния сферы кредитования банками юридических и физических лиц. Президент подчеркнул необходимость усиления работы по возврату просроченных кредитов, выданных коммерческими банками. Во встрече принимали участие председатель Национального банка Беслан Барателия, министр финансов Дмитрий Сериков, заместитель руководителя администрации президента Дгур Лушба, руководитель коммерческих банков республики. По дипломатическим источникам в администрацию президента Абхазии поступил приветственный адрес президента Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асада, в котором он благодарит президента Рауля Хаджимба за поддержку Сирии в борьбе против терроризма. «Вы прекрасно осведомлены о том, что происходит в моей стране, особенно о том, что касается ужасных нападок со стороны тех стран, которые ведут политику уничтожения для подрыва воли и заявления свободных народов, вместо цивилизованного диалога о сотрудничестве и взаимодействии между народами без использования угроз терроризма», отметил в частности в своем письме Башар Асад. «Мы высоко ценим вашу позицию по отношению к нашей армии, а также вашу оценку успеха в и достижении наших вооруженных сил и их союзников в борьбе против терроризма. Выражаю благодарность за вашу поддержку в решении кризиса, затронувшего нашу страну путем национального диалога», – подчеркнул президент Сирии. В Сухоми состоялась встреча общественности с депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия. В ходе встречи обсуждалась проблема борьбы с коррупцией в стране и правового регулирования государственной службы. На встречу были приглашены представители политических партий, общественных объединений, депутаты парламента. Репортаж Алики Трапш. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией в стране, а также закон о государственной службе, для разработки которого в парламенте Абхазии была создана рабочая группа. Эти и другие актуальные вопросы собрали за круглым столом представителей партии, организаций и общественных деятелей страны. Мы ждем наш парламент. Конечно, желательно руководителю этой рабочей группы, депутатам, которые собираются принять основополагающий закон о госслужбе, услышать мнение граждан. Не тогда, когда уже руки подняли, все, закон приняли, стержневой закон для страны основополагающий, по которому будут приниматься на работу на унок за люди в Абхазии, вот так по-быстрому, без обсуждения принять, гораздо больше у нас в обществе получается так, что вот Абри, Абриятыпа и Яхтарок, вот это у нас во главу угла ставится. А на самом деле, интересы одной личности, двух, трех, пяти преобладают над интересами почти четверть миллионного населения Абхазии. Из Федорогона мы не хотим, чтобы вопросы решались по госслужбе. Мы хотим конкурсного подбора кадров на госслужбу, мы хотим декларирования доходов и собственности госслужащих и членов их семей. На встрече прозвучали совершенно разные мнения. По словам одного из ее участников, назрела острая необходимость кардинальных перемен в стране. Я понял для себя, что мы сами себе портим, сами себе враги, потому что мы разделились. И у каждого свое мнение, стандарты стали двойные, иногда и тройные. И за эти стандарты человек умереть готов в споре, в диалоге. И жизнь отдаст за этот стандарт свой. Председатель партии Айнар Тенгиз Джопа выразил надежду, что новый созыв парламента будет более активен в решении задач государственной важности. Еще раз хочу сказать, что последняя моя надежда и надежда тех людей, которые сегодня собрали вас здесь, на парламент нашей страны. Мы очень надеемся, что вы, хотя бы вы, сделайте какой-то шаг вперед для того, чтобы эта страна хотя бы сдвинулась с места, чтобы она хотя бы проснулась. Если вы проявите какую-то инициативу, малейшую, ничтоженную, я не знаю, мы готовы вас всецело и полностью поддержать. По мнению некоторых участников встречи, за последние 20 лет в стране не было решено ни одной серьезной проблемы, а между тем их накопилось немало. На встрече речь шла о необходимости декларирования и доходов чиновников, а также конкурсного подбора кадров на госслужбу. Мы хотим обсуждать идеи, а не друг друга. Когда мы начинаем обсуждать идеи, вот всяким лидерам, и те, кто хочет им стать, им становится плохо. Знаете почему? Потому что в такой схеме, предметном разговоре, все вот это напускное, оно все уходит. Все это лицемерие, вот это файл. Когда вы задекларируете доходы, сами игрокомпционеры наши, когда задекларируют доходы, с одной стороны... Вы ругаете, ругаете, понятно. Я предлагаю, я предлагаю ратифицировать нашему, вашему парламенту, парламенту Республики Абхазии, ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Сергей Шамба высказал мнение о необходимости сформировать политическую систему, основанную на конкуренции независимых политических партий. Мы говорим о том, что мы строим демократическое общество. Другого пути все равно нет, это ясно. Но демократическая система, она основана на принципе разделения властей. Да, мы заложили в Конституцию, что у нас есть разделение властей. А оно реально существует? И его нет реально, о чем же тогда говорить? Кто будет контролировать исполнительную власть? Никто не может ее контролировать в сегодняшней системе. Потому что всех контролирует президент. И законодательную власть, и судебную власть. Нам на самом деле нужны системные преобразования. Я согласен со многими выступающими. У нас есть неплохое законодательство. Самая большая проблема состоит в том, что нет мер государственного принуждения. Законы не работают. Нам в первую очередь необходимо провести реформу государственного аппарата. У нас слишком большое количество министерств и ведомств. Что касается экономической отрасли, у нас несколько, скажем, ведомств управления по экономике при администрации президента, экономический отдел кабинета министров, вице-премьер по экономике, по экономике и само министерство экономики. Это все при том, что нет, собственно говоря, экономики. Депутаты Народного собрания высказывали свои мнения относительно решения назревших проблем и дальнейшего развития государства в целом. В частности, о незаконной продаже недвижимости. Незаконные сделки должны пресекаться правоохранительными органами. Когда у нас нормально не работает МВД, суды, прокуратура, вы хотите дать возможность отпустить рынок у нас недвижимости? Этого делать нельзя сейчас, понимаете? Поэтому это очень опасно. Это вызовет социальное напряжение. Это вызовет напряжение между Россией и Абхазией. Поэтому очень рано это делать. Надо привести в норму очень многое, чего у нас в Абхазии. Вот когда мы придем к этому сами, когда мы будем готовы нормально исполнять эти законы, ведь говорят, что зонирование будет, квотирование будет, поверьте мне, сейчас это работать не сможет. На встрече поднимался вопрос освещения деятельности парламента страны. Здесь задавался вопрос, почему парламент в открытом эфире не дает. Изначально это говорилось. Я вам хочу сказать, что некоторые работы ведутся, но не скрою, не все депутаты с этим согласны. Вот мнение ваше, как бы я вижу, где бы я ни был, мнение одно. Нечего скрывать, покажите нам, кто вы есть. Вы абсолютно правильно говорите. Мы тоже, как бы, многие там поддерживаем и думаем, что парламент к этому придет. Значит, мое мнение, я вам хочу сказать, что очень много людей в парламенте депутатов, очень много. И я вам хочу сказать, что очень достойные люди. Вот на сегодняшний день. Какие мы дальше, достойные и недостойные, жизнь покажет. И здесь говорили, что вы можете в любое время прийти в парламент, ни один депутат не откажет вам и так далее. В этом плане никаких проблем вообще нет. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече представителей общественности с депутатами парламента. Организаторы говорят о проведении еще ни одной встречи подобного формата. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия прибыла в столицу Республики Южная Осетия государства Алани Цхинвал, где состоятся мероприятия в рамках очередных заседаний Межпарламентской ассамблеи государств участников сообщества за демократию права народов. Делегацию абхазских парламентарий возглавляет вице-спикер Народного собрания Ливон Галустян. Завершились учебно-тренировочные занятия с участием российских спасателей, которые проводились на базе МЧС Абхазии. Смотрите репортаж пресс-службы спасательного ведомства страны. Учебно-тренировочные занятия с участием российских спасателей на базе МЧС Абхазии подошли к концу. Глава ведомства Лев Квициня лично поблагодарил российских специалистов за проделанную работу. На встрече с ними он отметил, что оказываемая помощь со стороны российских коллег позволит повысить профессионализм абхазских спасателей. Напомним, что с 30 октября специалисты из России делились своим опытом по ряду направлений. Аварийно-спасательным работам при ДТП, психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций, а также в пиротехнической работе. Подводя итоги проведенных занятий, заместитель начальника отдела управления центра по проведению спасательных операций особого риска лидер Дмитрий Краус сказал, что у абхазских спасателей есть практические и теоретические знания, а также большой опыт работы, который позволяет выполнять поставленные задачи любой сложности. По работе специалистов к вашим претензиям никому нет, поэтому все знают, с чем они занимаются. У всех большой опыт работы на самом деле, теоретически все подкованы. Приятно работать с такими людьми, с профессионалом в своем деле. Поэтому я считаю, что занятия все прошли полотворно. Мы взяли с этих занятий, что-то взяли местные спасатели. Вместе с тем Краус обратил внимание руководства МЧС Абхазии на некоторые проблемы, связанные с отсутствием в достаточном количестве спецтехники и оборудования, а также рабочего инвентаря. Проблемо все равно обозначать, чтобы она решалась каким-то образом. Это устаревшее оборудование, какое-то имущество специальное, нехватка какого-то имущества специального. Она есть и у нас, но эту проблему надо постоянно обозначать, чтобы какое-то было ее решение. Если они молчат и ничего не говорят, она так и останется за кадром. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния также подтвердил, что эти проблемы существуют, но их удается частично обходить благодаря профессионализму и опыту личного состава. В ходе встречи с российскими спасателями министр наградил их ведомственными медалями за Содружество во имя спасения. На улицах Ачамчиры с каждым днем становится все больше крупного рогатого скота. И это стало настоящей головной болью для местных властей. Домашний скот наносит много вреда растительности города, о санитарном состоянии которого говорить и вовсе не приходится. Как администрация намерена решать вопросы, расскажет Саресмор. Крупный рогатый скот продолжает наносить большой урон о Чамчире. В центре города уничтожены газоны, часто коровы блокируют дороги, а цветов и деревьев, высаженных на набережной, не остается и следа. При этом о санитарном состоянии города и говорить не приходится. Не раз городские власти обращались к местным жителям с просьбой держать коров в загонах или же за пределами города. Но эти просьбы не возымели действия. Сколько раз обращались и ходили по домам, предупреждали, брались записки, расписки. Сами эти люди говорили, что все, больше не будет и не будет, отпускали. Пожалуйста, имейте сколько хотите, но только не в городской черте. Это вообще законодательно так и существуют законы. Более 200 голов крупнорогатого скота сегодня свободно прогуливаются в центре Чамчиры. Проблема стоит настолько острая, что городским властям часто приходится самостоятельно отлавливать скот и держать его в специальных загонах. Но вынуждены отпускать по истечении некоторого времени, не дождавшись хозяев. Ведь пускать скотину на убой они не имеют права. Мы хотим сделать наш город красивым. Цветы посадили, деревья посадили, все вырвали. Вот здесь памятник погибших наших ребят. Вот сами видите, что творится, ни одно дерево не оставили, все поломают. Мы даже не знаем, что делать. Каждый должен задуматься, раз живет в городе, скот нельзя держать в городе. Домашний скот, забираясь в огороды и сады жителей города, уничтожает урожай, а во дворах портит клумбы. Они перекопали всю площадку перед домом, съели растительность, нанесли большой урон. Это что касается животных, как свиней, так и коров. Все насаждения, все живые цветы, что были высажены, все уничтожено. Городские власти предупреждают местных жителей. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, крупнорогатый скот они будут вынуждены отлавливать и пускать на убой. Сария Смар, Тимур Гумохия, Абхазское телевидение. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 16-18 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин